Ну, по поводу эмиграции есть великолепный анекдот. Вы знаете, когда человек попадает на небо, и Боженька спрашивает, куда ты ходишь, в ад или в рай? Он говорит, ну, конечно, в рай, ну, а что там, в аду я должен делать? Он говорит, ты много нагрешил. Он говорит, ну, схожу-ка, я посмотрю, что там делается. Он пришел, а там песни, пляски, черти бегают в аду. Он сказал, у-у-у, так зачем мне эта дара, я здесь останусь, в аду. Он говорит, ну, смотри, обратно не просись. Ну, и вот опять он заходит и говорит, ну, ребят, я решил, что у вас в аду весело, я буду тут жить. И как вы думаете? И вот черти схватили и на сковородку. Он кричит, что вы делаете? У вас тут было песни, пляски, девушки, вино. А это ты был временно, а сейчас ты на постоянное. Это вот говорит о том, что когда вы приезжаете в страну, в любую, в Турцию, где все хвалят, в Грецию, где все солнышко светит, это одно. А когда вы едете на постоянное, очень много людей, которые уехали в Израиль, в другие страны, сейчас очень жалеют об этом. Кто-то возвращается, у кого-то уже там семьи, они не могут вернуться, но все хотят и думают. Это правда, не ностальгия, это правда, что они хотят сюда, обратно. Я сама жила 10 лет в Париже, и вы знаете, я захотела домой.